У меня в руках китайский ремень вариатора за пару тысяч и я собираюсь протестить его на снегоходе за пару миллионов Этот ремень вариатора я купил в прошлом году за 2333 рубля По-моему, такая примерно цифра была Сейчас он стоит чуть больше 3000 рублей Здесь нет абсолютно никаких маркировок, кроме одной С1 написано и больше ничего То есть, по идее, здесь можно напечатать логотип BRP Написать, что это 571 ремень, его портномер И продавать как практически оригинал Конечно, он выглядит не как оригинальный ремень И он значительно мягче Оригинальный ремень так вот не сделаешь Вот так его не закрутишь Но, тем не менее, китайский ремень есть Давайте посмотрим, как он походит Давайте сразу же его поставим Оригинальный ремень мой прошел уже больше 2000 километров Такая зеленая полоса у него есть И, в принципе, геометрические параметры где-то рядом Но по внешнему виду, конечно, видно, что это разные ремни Давайте ставим И на китайском ремне нет направления На стандартном ремне есть стрелка Rotation Куда должен вращаться ремень Здесь этой стрелки нет Но поставим, чтобы читалась вот эта буковка S1 Так, но он еще расправится И, кстати, нужно будет посмотреть натяжку ремня Потому что все-таки вариатор настроен под оригинальный ремень Сейчас мы поставили какой-то левый И нужно будет проехать и посмотреть, насколько он утоплен Этот ремень вариатора я купил еще в прошлом году Но не тестировал его Потому что у меня был один снегоход И ставить вот такие непонятные ремни на вариатор Это чревато Можно угробить как вариатор, так и двигатель Почему может выйти из строя вариатор? Если в этом ремне есть какие-то нитки, которые тверже алюминия А в этом ремне они могут быть спокойно Китайцы могут что угодно туда запихать То можно повредить тарелки вариатора Как ведущего, так и ведомого А вот двигатель может выйти из строя из-за ниток Когда ремень порвется, а он обязательно порвется Нитки могут намотаться на коленвал и повредить сальник Тем самым начнется подсос воздуха Забеднение смеси и выход из строя двигателя Поэтому, собственно, я и боялся ставить на свой единственный снегоход Сейчас у нас есть снегоход для экспериментов Я на G5 сегодня поеду Александр поедет на G4 Вот и проверим, насколько надежен китайский ремень Погнали! Ну что же, в горах синее небо, яркое солнце и нетронутые склоны Спускаемся в ручей по дороге Эту дорогу сделал ратрак Он ходил здесь несколько дней назад И мы видим, что снегопадом дорогу полностью не занесло Она читается А вот и ручей И про ручью, кстати, тоже ходил ратрак Этот ручеечек нам нужно переехать Потому что наши склоны находятся напротив Я напомню, что это гидование лайв Здесь нужно аккуратненько проехать над ручьем И чуть подальше заехать на склон Перед этим перескочив через ратрачку Так, где-то, ребят, не видно Поеду, проверю склон, пока они едут Ой, какая твердая ратрачка, господи И старые следы чувствуются В общем, здесь снегопада было явно меньше Старые следы чувствуются и их видно И старые следы чувствуются и их видно Валера, это было круто вообще И хорошо, что снегопад мимо деревьев проехал Наша первая локация, господа Есть некоторые затруднения при переезде ручья Ну там ратрачка, там в принципе можно переехать Валера, ты как? Нормально Ну круто было, круто Только над елками не делай Чтобы нам снегокод не клеить сегодня В общем, ладно Поедем Поможем ребятам И двигаем дальше О! О, Саня на 147-м Сейчас узнаем про ремень Как он едет или нет Давай, ты сам в нем покатайся Не едет, да, вообще? Давай Да уже можно сказать, что ремень перетянут Запускаешь мотор и снегоход едет Нужно немножко его ослабить Ну, собственно, все понятно Ремень не настроен 6800 максимум В общем, ребята Ремень не едет Он неправильно настроен Сейчас, скорее всего, он перетянут Давайте посмотрим Скорее всего, он перетянут Потому что запускаешь И снегоход уже... Да, он сильно перетянут Вообще перетянут Вот, он должен в этом месте быть по нитке корда А он в два раза больше Сейчас мы быстренько это дело подправим И тесты продолжаются Но Саня кое-как доехал до сюда Так как у нас кастомный снегоход У нас тут болты в вариаторе разные стоят Соответственно, стандартным инструментом Уже ничего не сделаешь Приходится делать нестандартным Инструментом Snow Division Который уже много-много раз нас выручал И нам нужно сейчас разжать Соответственно, внутреннюю щеку нужно чуть-чуть отодвинуть Для этого надо закрутить Похоже, ремень Такой в одном месте узкий, в другом широкий Так, ну вроде как Нормально Надо не забыть затягивать Вот эту вот штуку Давайте проверим Но сейчас-то он должен крутить нормально Так, ну и попробуем Да, действительно, ремень не очень Вообще не крутит 6 с копеечкой и всё Хоть как-то его настраивай Сейчас уже нормально должен крутить Но, видимо, не судьба покататься на этом ремне 6800 и всё Нет, ребята 6800 максимум Ремень других геометрических размеров И, соответственно, не едет вообще Даже близко Ставим стоковый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ах ты, сет хороший получился Правда, в одном месте рука соскользнула Саня, ну чё, как ремень? Разваливается Нитки облазят За 10 километров ремень сгорел И он весь потрескался Хороший ремень Надо брать Солнце Тепло, жара Я уже весь мокрый Короче, этот ремень Что-то надо с ним сделать В общем Разыграем На буран кому-нибудь пойдёт Само то Ну он такой резиновый, мягкий Стандартный Он такой жёсткий Прямо конкретно жёсткий Этот Ну, видимо, совсем Совсем там сэкономили Смотри За 10 километров Сожрал он Ага В зубе Да Да Ещё трещины Так, ребят Смотрите Мы уже поставили Ну, вернее, как мы Саня поставил стандартный ремень Тот, который у нас стоял По направлению Стрелочки Всё хорошо И Важно его настроить Чтобы он Хорошо работал Если вы перетянете Он будет всегда подъедать в одном месте На холостых Если он будет ослаблен То При сбросе газа Вот здесь вот Он будет задевать за этот болт И Также ремень будет жрать Поэтому натягиваем Как сказано в инструкции По нитке корда Так, всё Ослабили Контергайку И её нужно Немножко Вот так Вправо крутим Ослабляем Чтобы тарелка Чуть пододвинулась Соответственно Прокручиваем Прокручиваем Вот Ремень уже начинает Появляться Зубья над тарелкой Но нужно ещё немножко Ещё Ещё Чтобы вот об этот болт Не закоцываю Вот таким образом Всё Идеально Ещё немножко Всё Отлично Затягиваем И обязательно нужно Потом Выйти на максимальную скорость И проверить Максимальные обороты У нас здесь стоит Троечка В принципе Можно четвёрочку Даже в такой снег поставить Снег тяжёлый сегодня Мокрый Прямо вон Снежки можно играть Всё Погнали дальше Спускаемся в ручеёк А здесь Альтернативная группа Нужно обязательно Подъехать Поздороваться Правила хорошего тона Особенно в горах Какие-то странные ребята Не особо разговорчивые Ну да ладно Поедем катать Склончик А они зашли в этот ручей С другой стороны Тут в принципе Можно двумя путями Приехать в этот ручеёк И выехать Тоже можно двумя путями Конечно В такой снег Любые подъёмы Любые склоны Даются легко Но снега здесь Снега здесь значительно меньше Чем на вчерашней локации Так ну что же Вторая локация наша Встретили Альтернативную группу Ребята Неразговорчивые Ну да ладно И у них путь идёт Вот как раз Чик-чик-чик И туда А мы катаем Вот эти вот склончики И вот эти Солнце жарит Ребята Плюсовая температура Сопудово Так ну зря я наверное Сюда сразу Из ручеёк поднялся Сейчас там Я думаю Опять будут проблемы С ручейком Ну а вообще Вообще Когда здесь вот всё покатано Мы катаем вот Те склоны И сейчас там Ни одного следа Да и вообще Там дальше Вот здесь только Есть следы конечно А там всё Целое Ладно Катаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 147,3 дюйма Ребятки Да Но он кстати пободрее Поехал Отрегулировали Рев клапана Причём это делали Недавно совсем И снова сбилась Регулировка Он поехал пободрее Тем более Оригинальный ремень Вот это сжогово сегодня Но снег Снег здесь хуже Чем вчера был Вчера было больше снега Он был пухлее При том что Здесь никто не катался Вчера Здесь снега меньше Чем было вчера На другой локации Прям сильно меньше Может быть он сел Конечно Ну не знаю И он прямо Посмотрите Он такой мокрый Прямо вот Липнет Ко всему Во Третий Ну вот Для гидования Лайт Само то Вообще Тут можно катать Не перекатать Там вот Всё можно катать Там уже покатали В общем Классная погода Снежочек подсел И в ближайшие дни Снегопада Не ожидается Поэтому Снежочек Ещё сядет В общем Печаль беда Но выходные Стоит просто Какой-то ураганищ А насыпет Катаем дальше Снежочек Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok